Три месяца прошло со дня проведения первого форума управдом, на котором начался открытый диалог районных властей с жителями, недовольными ситуацией в сфере ЖКХ. За это время ситуация начала выправляться. Уменьшилось количество двойных платежных квитанций, открылся новый офис Мособл ЕРЦ, который работает до 8 часов вечера, появились новые кассы для приема платежей. Но проблемы остались. Руководитель районной администрации был более категоричен. ИРЦ работает недоотворительно. Мы давали определенный временной интервал для выравнивания работы. Три месяца они просили. Три месяца прошло. К сожалению, мы переполучали не только двойные платежки, но и тройные платежки и четвертые платежки. Это не недостаток работы послуг ЕРЦ, множество платежек. Это элементарное хамство некоторых управляющих компаний. Это не разбериха, это морально-нравственное унижение, которое получают наши жители при оплате коммунальных платежей. Конечно, всем уже надоели. В ответ начальник территориального управления Мособл ЕРЦ рассказал о тех достижениях, которые появились за три месяца и попытался переложить проблемы на плечи жителей. Нам кажется, что необходимо будет усилить совместную работу с управляющими компанией для выявления неплательщиков и решения проблем с увеличением платежности населения. Его поддержал руководитель самый крупный в нашем районе управляющий компанией. Представитель районной общественной палаты так прокомментировала эти выступления. К сожалению, из выступлений руководителей Мособл ЕРЦ не услышалось ничего позитивного. Какие были приняты меры на устранение тех недостатков, которые отражались на предыдущей форме. Одна из жительниц попыталась объяснить причину плохой работы ЖКХ. Причину можно найти очень легко. Во-первых, это отсутствие профессионализма. И во-вторых, это очень низкая юридическая культура. Одним из самых проблемных по двойным платежкам остается микрорайон Заречный в городе Щелково. Жильцы многих домов до мая много месяцев получали квитанции от двух управляющих компаний «Перспектива» и «Новые технологии». В мае месяц четыре квитанции. Значит, идет «Перспектива», «Жилой фонд новой технологии», «Фонд новой технологии» и «ЕФЦ». Объясните, кому я должна заплатить? Алексей Валов пообещал, что в ближайшее время ситуация исправится. В любом случае, какое-то время пройдет, а ситуация в тупик не зайдет. МОСОБЛ ЕРЦ поменяет руководителей, поменяет персонал, но в любом случае, еще раз говорю, ситуация будет выровнена. Были названы и конкретные сроки, за которые МОСОБЛ ЕРЦ в очередной раз поменяет в компьютерах программное обеспечение, чтобы не было сбоев при выписке платежных документов. Сейчас они поменяли программное обеспечение, которое учитывает ручной ввод данных при изменении в платежных документах. Значит, три месяца еще. Это реально. Потому что не раз мы вводили новое программное обеспечение и видели, что в течение трех месяцев платежная дисциплина налаживается. Конечно, за время проведения форума не все желающие сумели задать вопросы чиновникам. Обращения граждан будут рассмотрены в обычном порядке. Но в любом случае, открытый диалог с властью по одной из самых наболевших проблем можно назвать успешным. Я считаю, что сегодня встреча была продуктивной. Продуктивная в плане того, что жители, во-первых, в развитии диалоги, они высказывают свои претензии к работе определенных структур. МОСОБЛ ЕРЦ, который является единым оператором для сбора платежей жителей, конкретным управляющим компаниям, к администрации, к каким-то сотрудникам администрации. Мы это слышим и разбираемся в этих вопросах. Я вам могу сказать, что очень жаркий разговор получился очень активный. Люди неравнодушны, люди переживают. И, в принципе, понятно, почему вообще тема ЖКХ, она настолько всегда живая, что иной раз сидишь и думаешь, боже, ну как вот этот вопрос действительно можно решить? Потому что ставишь себя на место этих людей и понимаешь, что ты как-то тоже с этим связан, тоже с этими вопросами сталкиваешься. Сегодня была попытка разрубить Гордеев узел проблем, которые копились годами, с далеких еще 2000-х годов, когда создавались частные управляющие компании и искусственно создавались долги. Конечно, эта работа завершится положительно. Конечно, мы придем к единому знаменателю, но приходится идти через нервы жителей, через их неприятие, многих направлений деятельности, которые они здесь высказали. Сергей Дадыко, Михаил Черепанов, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».